Качество жизни зависит от того, как мы питаемся, что мы едим, сколько, как это приготовлено. И для нас, в рациональном питании, для врачей, имеет значение, скажем так, три позиции. Первая – это набор продуктов, которые стоит употреблять, качество приготовления, что немаловажно, и объемы, и время приема пищи. Почему важно правильно питаться, к чему приводит несоблюдение режима и несбалансированность питания, как уменьшить потребление сахара, рассказала врач высшей категории, заведующая Центром здоровья Щелковской больницы Татьяна Колосова. Не нужно там расписывать себе, что сегодня надо съесть такую кашку, завтра такую кашку. Вы должны просто для себя взять за правило, что половина всей нашей еды, которую мы съедаем в течение дня, должна составлять грубая клетчатка. Это цельнозерновые каши, это овощи, фрукты, клет грубого помола. Чтобы питание было здоровым, необходимо соблюдать определенные правила, контролировать энергетический баланс, полноценное содержание пищевых веществ, есть не менее 4 раз в день, отдавать предпочтению приготовлению продуктов на пару, в духовой печи, отвариванию, запеканию, ежедневно потреблять медленные углеводы и минимизировать быстрые. Выпивать достаточное количество жидкости в день примерно литр-полтора литра. В преддверии Нового года врач также рассказала, каким должен быть новогодний стол, как избежать переедания и как чувствовать себя хорошо после позднего приема пищи. Стараться не переедать, побольше пить воды. Во время праздничного стола вообще все запивать водой стараться, лучше простой водой, а не газированной. Постараться использовать поменьше майонеза, конечно, в блюдах. Лекции школы здоровья пользуются популярностью среди жителей округа. Чтобы еще больше желающих могли узнать о своем здоровье, в октябре школа открыла свои двери в Совете ветеранов на улице Жуковского. В микрорайоне Чкаловский уже второй раз мы собираем в рамках партийного проекта «Единая Россия. Здоровое будущее. Школу здоровья». Благодаря Центру здоровья под руководством Татьяны Петровны Колосовой мы приглашаем в Совет ветеранов активные долголетия и проводим беседы, лекции. Расписание полезных бесплатных занятий можно найти на сайте и в социальных сетях Щелковской больницы. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.